Кошачий алфавит Кошачий алфавит Кошачий алфавит Чудесное создание с ангельскими глазами и загнутыми назад ушками зовется американский керл. Первым представителем этой породы был бездомный котенок из калифорнийского городка Лейквуд. Началась эта история теплым июньским днем 1981 года. Джо Руга припарковывал автомобиль перед домом, где он жил со своей женой Грейс. Прямо на парковочной площадке он заметил двух подростков котят, спящих на солнце. На первый взгляд маленькие бродяжки казались совсем обычными, вот только уши, они велись назад. Джо и Грейс взяли котят к себе. Каждый вечер малыши просились на улицу поиграть, и один из них как-то раз не вернулся. Осталась черная кошечка. Когда она выросла, назвали ее Суламиф, она была чисто черного цвета. И она, естественно, себе там по любви нашла мужа, но у нее родились тоже котята с такими ушками. Как всегда бывает в таких случаях, нашлись люди, захотевшие разводить кошек с необычными ушками. И уже два года спустя, в 1983-м, коты с загнутыми ушами были показаны на выставке в Калифорнии. В Северной Америке керлы были признаны ЦФА в двух вариантах – полудлинношерстным и короткошерстным. В Европе первые керлы появились в Великобритании в 1995-м году. А вот в нашу страну они не могли попасть очень долго. В России ее привезли очень долго, шли переговоры насчет того, чтобы привезти эту кошку. Потому что западные заводчики под кастрацию только продавали. А надо было, чтобы хорошие ушки приехали в Россию, соответственно. И долго шли переговоры, больше года. А привезла и Светлана Пономарева, это эксперт по ВЦФ. Произошло это 9 лет назад. И хотя порода эта пока сверхпопулярной не стала, знающие люди просто в восторге от этих кошек. На самом деле мало кто слышал про эту породу. В Москве кто-то слышал, но их просто там больше. В Питере кто ходит на выставки, ну как обычно у нас, их практически нет. То есть, соответственно, люди не знают, кто в интернете постоянно сидит, читает что-то. Да, да, те знают, те в курсе, а так обычно все такие, ой, а что это? И начинаются вопросы, а что вы делаете с ушами? Вам же, уважаемый наш зритель, не обязательно плутать в интернете, разыскивая информацию о керлах. Мы расскажем вам все прямо сейчас. Американские керлы средних размеров, хорошо сложенные кошки. Тело у них словно бы прямоугольное, гибкое, они упитанные, но не толстые. Грудная клетка у керлов, как и шея, крепкая и прямая. Лапы ровные, достаточно длинные, поставлены прямо, передние чуть короче задних. Подушечки лап не слишком большие, круглые. Хвост по длине равен туловищу, в основании широкий, а к кончику сужается. Голова средняя, кленовидная. Нос длинный и прямой, подушечки вибриз круглые. Глаза посажены косо, имеют овальную форму. Цвет глаз любой, гармонирующий за красом. Уши среднего размера широкие в основании. Концы изгибаются назад, образуя дугу. Идеальный завиток 135 градусов. Большинство заводчиков согласны с тем, что прежде всего в керлах людей привлекает необычная форма ушей. Керловый венец, так называют это творение природы. Да-да, именно природы. Никаких плоек и прочей парикмахерской атрибутики, как думают некоторые, увидев впервые это создание. Котеты просто рождаются такими, ну, с обычными ушками сначала, и со второго дня по где-то, ну, по десятый, они начинают загибаться назад. Вот. И становление вообще витка происходит где-то до четырех месяцев. Только после этого там заводчик может уже сказать, там, примерно, какой будет класс животных. От того, насколько сильно загибаются уши, зависит дальнейшая судьба животного. Дело в том, что керлов делят на три группы, в зависимости от градуса завитка. В первую входят животные, чьи уши не слишком закручены, едва заметно. Такие керлы не могут участвовать в выставках. Зато в их пометах не бывает котят с зауженными или уменьшенными ушами. Ко второй группе относятся керлы, имеющие поворот уха до 90 градусов. И, наконец, кошки третьей группы. Завиток их ушей более 90 градусов. Такая классификация позволяет заводчикам определить, для каких целей использовать животное. Потому что есть пед-класс, то есть это дома на подушку, домашние любимцы. Брид – это разведение, да, то есть племенные животные. И шоу-класс, соответственно, это выставочный класс, ну и который тоже участвует в разведении. То есть у них самый большой градус завитка, то есть, ну, в основном третий, да. Идеальным считается завиток в 135 градусов. А вот если кончик уха касается головы или даже задней стенки самого же уха, такой конкурсант с выставочной дистанцией сойдет. Если вы хотите приобрести выставочное животное, не торопитесь забирать котенка у владельца. Дождитесь, когда ему исполнится 4 месяца. К этому моменту становится понятно, какими будут ушки керла. В отличие от нормальных кошачьих ушей, мягких и податливых, ушка американского керла имеет крепкий и устойчивый к воздействию хрящ. Из него состоит примерно две трети уха, и только кончик остается мягким. Американский керл может быть какого угодно окраса. В разных странах в почете разного цвета шерстка. Например, в Великобритании большой популярностью пользуются редкие черные керлы. В России свои редкие окрасы. Окрас у него силпоинт, очень редкий как раз для керлов. Это вообще сиамский, можно сказать, окрас. И все спрашивают, нет ли характера сиамов в керлах при таком окрасе. Могу сказать, что нет абсолютно. Это только передается ген окраса и ничего более. При этом окрасе у нас на голубые глазки, черный носик и лапки. Ну, соответственно, еще хвост тоже темный. Только вот останется ли это так раз таким же, еще посмотреть нужно. Через пару лет эта кошечка может и потемнеть. Он процветает постепенно. Котята рождаются белыми. А когда немножко взрослеет, у них... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует. цвета, лишь бы гармонировали с цветом шубки. И только у кёрлов колорпойнтового окраса, то есть с отметинными на морде, ушках, лапах. Душевная компания Большое удовольствие, когда ты входишь в дом, и кошка, которая там живёт, она идёт встречать и ходит за тобой, как собачка, целыми днями. И её главная задача, когда ты находишься дома, быть только возле тебя. И лучше даже, если сидеть на коленях. Американские кёрлы – необычайно нежные животные. Заводчики называют их характер лоскучи-преставучи. К тому же они очень доверчивы, что в принципе не характерно для осторожных и независимых кошек. В прошлом коты сами были вынуждены добывать пищу, защищаться и как-то выживать в условиях дикой природы. Оттого и стали они недоверчивыми и осмотрительными. А вот кёрл верит людям и, более того, совсем не помнит плохого. Не злопамятность – вот его уникальная черта. Накажешь домашнюю мурку за дело, и она будет ходить и дуться. А кёрл словно осознаёт свою вину, понимает хозяина. Любимое место в доме для кёрлов – кухня. И вовсе не потому, что они любят поесть. Хотя, конечно, не без этого. Просто здесь собирается вся семья, и кёрл имеет счастливую возможность пообщаться с теми, кого так преданно любит. Вот так мы можем часами сидеть. Так, сяк, возле меня, возле всех наших домочадцев. Главное, чтобы живое существо сидело. Сесть на колени или расположиться рядышком и петь песни. Вы слышите? Вдвоём дуэт. Характер кёрла – смесь любопытства и преданности. Они обожают участвовать во всех домашних делах – от мытья посуды до покраски стен. Они в восторге от новых встреч и шумных вечеринок. До самой старости кёрл сохраняет характер котёнка. Разумеется, с возрастом кёрл утрачивает невероятную прыгучесть. Но поиграть с любимой хозяйкой никогда не прочь. Обыкновенно кошкам не доставляют удовольствия, когда их гладят, например, по животу. Всё-таки кошка не собака. А вот кёрлам это нравится. Им в радость любое прикосновение хозяйской руки. Да и не только хозяйской. К посторонним они относятся дружелюбно и охотно идут на контакт. От природы они очень уравновешены. Их трудно испугать, а разозлить так и вообще невозможно. Они исключительно доверчивые, будем так говорить, кошки. Потому что сочность кошки, она вообще-то недоверие в первую очередь. Ну, мало ли кто, мало ли что. Как у нас кошка гуляет сама по себе. Вот про кошек этой породы я бы уже это сказала в меньшей степени. Потому что эта кошка, она настроена на любви. Настроена не потому, что зависит от них. Нет. Кёрлы достаточно здоровые и сильны от природы. Просто они искренне вас любят. Американский кёрл легко приспосабливается к любому образу жизни и запросто налаживает контакты с другими домашними питомцами. Просто они чрезвычайно нежны и неотразимы. К другим животным в доме они, скорее всего, будут относиться теплом. Наверняка найдут с ними общий язык. Две кошечки могут стать верными подругами. В любом случае, поймите, вашему кёрлу нужен товарищ. Они очень тяжело переносят одиночество. Родители из кёрлов получаются прекрасные. Пока котёнок находится с ними под одной крышей, они будут его всячески воспитывать и оберегать. А уж до чего эти животные послушны. Обычно договориться с кошкой не слишком-то просто. Но тут случай иной. Кёрл, как правило, сделает всё, чтобы хозяину было хорошо. Кёрлу подойдут эти мурлыки практически всем. Вот они с детства и практически до старости такие вот, как котята. То есть подвижные, ласковые. Кошки-компаньоны. Допустим, если человек одинокий, или там, грубо говоря, бездетная пара, да, это как дитё будет. Любовь свою кёрлы тоже выражают забавно. Если кошка в хорошем расположении духа, она бодается своими твёрдыми ушками, как рожками. Выглядит это очень потешно. Кёрлы, как и любые кошки, требуют ухода и заботы. Как и большинство представителей семейства кошачьих, они линяют, особенно полудлинношёрстные. Чтобы шёрстка вашего любимца всегда выглядела опрятной и здоровой, нужно немного. Во-первых, кёрла следует вычёсывать. Хотя бы раз в неделю полудлинношёрстная кошка этой породы должна почувствовать на себе зубья расчёски. Короткошёрстных вычёсывать можно, если видите, что кёрлику мешает лишняя шёрстка. Во время сезонной линьки, весной и осенью, на шерсть нужно обратить особое внимание. Вычёсывать чаще, а также давать кошке витамины для укрепления шёрстки. Любая кошка в какой-то период года линяет. Знаете, даже самая короткошёрстная. Вот такая короткая шерсть, не самая короткая, бывает ещё у породы более короткая шерсть. Но всё равно есть момент, когда у них смена шерсти идёт постоянно. Но она идёт неактивно, мы не очень замечаем. Бывают периоды, когда она идёт активно, мы её линькой называем. И поэтому, конечно, бывает что-то, но, соответственно, мы в мире такой покупаем. Вот стёр, выбросил и всё. Если вы покупать диван под кошку не готовы, а кёрла хочется, заведите короткошёрстного. Не то чтобы полудлинношёрстный прямо безудержно линял, но всё-таки проблем будет меньше. Но главная ваша забота при содержании кёрла, наверное, всё-таки уши. Раз уж они загибаются так смешно, то и уходы наверняка требуют особого. За ушками уход. Аккуратно чистить серо, когда выходит из ушек. Ну и вообще как-то глазик быть аккуратным, потому что они у них жёсткие. То есть, чтобы не сломать ушко. Люди часто спрашивают, можно ли гладить американского кёрла. Можно, но ушки у них твёрдые, поэтому нужно быть осторожными, чтобы неожиданно не причинить боль. Протирать эти волшебные завитки нужно ватным тампоном и специальным гелем для ушек, купленным в зоомагазине. Но ни в коем случае не спиртом. Что касается купания, то в нём американский кёрл не очень-то и нуждается. Если уж весь перемазался, или выставка на носу, или во время линьки, чтобы шёрстку лишнюю смыть, тогда можно со специальным шампунем. А в будничной ситуации ни к чему. Кёрлы и так большие частюли. Кёрлы любят вкусно поесть. Кёрлы любят, но не переедают. Любят консервы. Рыбу им желательно не давать. Что касается профессиональных кормов, используйте только высококлассные. Это для кёрлов с его полудлинношёрстной шубкой очень важно. Кормление дешёвым кормом с неизвестным составом неминуемо скажется на качестве шерсти. Она начнёт сбиваться, выпадать, сблекнуть, плохо расчёсываться. И общее самочувствие вашей кошки тоже будет не лучшим. Не скупитесь на хорошее питание. Вы же не едите каждый день лапшу быстрого приготовления. Усвоив эти нехитрые правила, вы обеспечите себе и своему керлоухому красавцу долгую и счастливую совместную жизнь. Кёрл не станет платить вам за любовь любовью. Он будет дарить вам её бескорыстно. Просто потому, что любит. Субтитры создавал DimaTorzok Приблизительно до середины прошлого столетия считалось, что кошки не различают цвета. Но эксперименты доказали, что кошки могут различать красный и зелёный, красный и синий, красный и серый и некоторые другие сочетания. Хотя цвета, наверное, не имеют для кошки столь важного значения, как для нас. Во-первых, почти все животные, за которыми она охотится, имеют схожую окраску. К тому же в сумерках, когда кошка выходит на охоту, цвета вообще плохо различимы. Гораздо большее значение для кошки имеет слух. Её уши очень подвижны, ими управляют более 20 мускулов. Кошка способна улавливать едва слышные звуки. Она реагирует даже на ультразвуковые волны, неразличимые человеческим ухом. Существует немало историй о том, как кошки спасали своих хозяев, предчувствуя землетрясение, пожар и прочие стихийные бедствия. Кроме того, всем известна и целительная сила кошек. Когда гладишь это мурлыкающее создание, понемногу и мысли успокаиваются, а иногда и боль проходит. Это была программа «Кошачий алфавит». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! Это программа «Кошачий алфавит». Многие века люди и кошки жили бок о бок друг с другом. За это время мы научились различать братьев наших меньших по породам. В основном они формировались в зависимости от условий жизни – климата, способа пропитания и так далее. Однако стремительный рост популярности кошек стал причиной того, что в 21-м столетии к существовавшим ранее породам добавляются все новые и новые. И все чаще причиной появления этих пород является искусственный отбор. Но вот появлению на свет нашего сегодняшнего героя человек обязан природе, и только ей. Природа сама явила миру столь необычное создание, вмиг снискавшее всеобщую любовь и признание. Откуда пришла к людям кошка с загнутыми ушами? Как содержать таких животных? Заводчики делятся секретами. Какой завиток уха считается идеальным? И, наконец, всегда ли нужны рожки, чтобы бодаться? Чудесное создание с ангельскими глазами и загнутыми назад ушками зовется американский керл. Первым представителем этой породы был бездомный котенок из калифорнийского городка Лейквуд. Началась эта история теплым июньским днем 1981 года. Джо Руга припарковывал автомобиль перед домом, где он жил со своей женой Грей. Три бутики, как думают некоторые, увидев впервые это создание. Котеты просто рождаются такими, ну, с обычными ушками сначала, и со второго дня по где-то, ну, по десятый они начинают загибаться назад. Вот. И становление вообще витка происходит где-то до четырех месяцев. Только после этого заводчик может уже сказать, примерно, какой будет класс животных. От того, насколько сильно загибаются уши, зависит дальнейшая судьба животного. Дело в том, что керлов делят на три группы, в зависимости от градуса завитка. В первую входят животные, чьи уши не слишком закручены, едва заметно. Такие керлы не могут участвовать в выставках. Зато в их пометах не бывает котят с зауженными или уменьшенными ушами. Ко второй группе относятся керлы, имеющие поворот уха до 90 градусов. И, наконец, кошки третьей группы. Завиток их ушей более 90 градусов. Такая классификация позволяет заводчикам определить, для каких целей использовать животное. Потому что есть пед-класс, то есть это дома на подушку, домашние любимцы. Брид – это разведение, то есть племенные животные. И шоу-класс, соответственно, это выставочный класс, ну и который тоже участвует в разведении. То есть у них самый большой градус завитка, то есть, ну, в основном третий. Идеальным считается завиток в 135 градусов. А вот если кончик уха касается головы или даже задней стенки самого же уха, такой конкурсант с выставочной дистанцией сойдет. Если вы хотите приобрести выставочное животное, не торопитесь забирать. Прямо на парковочной площадке он заметил двух подростков котят, спящих на солнце. На первый взгляд маленькие бродяжки казались совсем обычными. Вот только уши, они велись назад. Джо и Грейс взяли котят к себе. Каждый вечер малыши просились на улицу поиграть. И один из них как-то раз не вернулся. Осталась черная кошечка. Когда она выросла, назвали ее Суламиф, она была чисто черного цвета. И она, естественно, себе там по любви нашла мужа. Но у нее родились тоже котята с такими ушками. Как всегда бывает в таких случаях, нашлись люди, захотевшие разводить кошек с необычными ушками. И уже два года спустя, в 1983-м, коты с загнутыми ушами были показаны на выставке в Калифорнии. В Северной Америке керлы были признаны ЦФА в двух вариантах. Полудлинношерстным и короткошерстным. В Европе первые керлы появились в Великобритании в 1995 году. А вот в нашу страну они не могли попасть очень долго. Ой, в Россию ее привезли. Очень долго шли переговоры насчет того, чтобы привезти эту кошку. Потому что западные заводчики под кастрацию только продавали. А надо было, чтобы хорошие ушки приехали в Россию, соответственно. И долго шли переговоры, больше года. А привезла и Светлана Пономарева, это эксперт по ВЦФ. Произошло это 9 лет назад. И хотя порода эта пока сверхпопулярной не стала, знающие люди просто в восторге от этих кошек. На самом деле мало кто слышал про эту породу. В Москве кто-то слышал, но их просто там больше. В Питере... ...котенка у владельца. Дождитесь, когда ему исполнится 4 месяца. К этому моменту становится понятно, какими будут ушки керла. В отличие от нормальных кошачьих ушей, мягких и податливых, ушка американского керла имеет крепкий и устойчивый к воздействию хрящ. Из него состоит примерно 2 трети уха, и только кончик остается мягким. Американский керл может быть какого угодно окраса. В разных странах в почете разного цвета шерстка. Например, в Великобритании большой популярностью пользуются редкие черные керлы. В России свои редкие окрасы. Акрас у нее силпоинт, очень редкий как раз для керлов. Это вообще сиамский, можно сказать, окрас. И все спрашивают, нет ли характера сиамов в керлах при таком окрасе. Могу сказать, что нет абсолютно. Это только передается ген окраса и ничего более. При этом окрасе у нас на голубые глазки, черный носик и лапки. Ну, соответственно, еще хвост тоже темный. Только вот останется ли этот окрас таким же, еще посмотреть нужно. Через пару лет эта кошечка может и потемнеть. Он процветает постепенно. Котята рождаются белыми. А когда немножко взрослеет, у них процветает. Кто ходит на выставки, ну, как обычно у нас, да, их практически нет. То есть, соответственно, люди не знают, кто в интернете постоянно сидит, читает что-то. Да, те знают, те в курсе, а так обычно все такие, ой, а что это, и начинаются вопросы. А что вы делаете с ушами? Вам же, уважаемый наш зритель, не обязательно плутать в интернете, разыскивая информацию о керлах. Мы расскажем вам все прямо сейчас. Американские керлы средних размеров, хорошо сложенные кошки. Тело у них словно бы прямоугольное, гибкое, они упитанные, но не толсты. Грудная клетка у керлов, как и шея, крепкая и прямая. Лапы ровные, достаточно длинные, поставлены прямо, передние чуть короче задних. Подушечки лап не слишком большие, круглые. Хвост по длине равен туловищу, в основании широкий, а к кончику сужается. Голова средняя, кленовидная. Нос длинный и прямой, подушечки вибриз круглые. Глаза посажены косо, имеют овальную форму. Цвет глаз любой, гармонирующий с окрасом. Уши среднего размера широкие в основании. Концы изгибаются назад, образуя дугу. Идеальный завиток 135 градусов. Большинство заводчиков согласны с тем, что прежде всего в керлах людей привлекает необычная форма ушей. Керловый венец, так называют это творение природы. Да-да, именно природы. Никаких плоек и прочей парикмахерской отрасли.